Здравствуйте! В эфире программа «Профессия» в студии Лейла Агирбова. Если вы не можете отказать себе в удовольствии съесть аппетитную булочку, даже будучи на строгой диете, значит, вы находитесь в пекарне или неподалёку от неё. Действительно, с ароматом свежеиспечённого хлеба ничто не может сравниться. Разве что вкус этого самого хлеба, который любят все без исключения. А вот часто ли мы задумываемся над тем, кто стоит за этой свежестью, за этим ароматом, за этим вкусом? Ну, конечно же, пекарь. Именно об этой профессии мы поговорим сегодня. В Москве существует учебное заведение, в которых можно получить профессию пекарь. Например, колледж номер 28 радушно принимает в свои стены всех желающих освоить эту вкусную специальность. Вроде бы всё просто. Замесил, закинул в печь, подождал немного, и булка готова. Но это только на словах. На деле хороший хлеб могут выпекать буквально единицы. Пекарь – очень творческая профессия и одна из самых древних профессий. Настоящий пекарь – это талант. Преподаватели и студенты колледжа номер 28 считают, что в работу надо вкладывать душу. Только у доброго и хорошего человека получится вкусный хлеб. Тесто надо чувствовать, ощущать текстуру, видеть цвет. Как приятно доставать из раскаленной печи душистые булочки. Мучные изделия могут дарить радость не только своим вкусом, но и внешним видом. Учащиеся пробуют себя в роли художников-скульпторов и создают аппетитные фигурки. Для того, чтобы стать настоящим профессионалом, необходим большой опыт и особый душевный настрой. Мы узнали у юных мастеров, почему они выбрали специальность пекарь. Мне она показалась очень интересной, потому что там можно проявить творчество. Мне нравится профессия повара, потому что это всегда интересно, всегда вкусно. И вот решил пойти все-таки по родительским стопам. У меня бабушка была поваром и мать кондитера. Профессия очень интересная, очень вкусная, всегда востребована. Многие студенты технологического колледжа планируют продолжить свое образование и карьерный рост. Ведь это не только интересная, но и прибыльная работа. Хотелось бы поступить в институт, стараюсь. Ну, а там дальше работать по профессии. Ну, может, в ресторане, ну, или свое дело, может, открою. Я пойду работать в ресторан, ну, а там дальше уже посмотрим, может, сам свой ресторан открою. Ну, я собираюсь закончить институт, а потом уже идти работать. Ну, вообще, наверное, параллельно работать и учиться. Почти все ребята практикуются и экспериментируют даже в домашних условиях, тем самым радуя семью кулинарными шедеврами. А будут ли ученики колледжа номер 28 настоящими пекарями, покажет время. Приходите учиться в колледж 28, и вы станете настоящими профессионалами. Ну, что ж, о том, кто, зачем и почему идет в эту профессию, мы поговорим сегодня в нашей студии. С большим удовольствием представляю вам гостей. Это Фатима Сальтадина Ширинова, мастер производства на обучение колледжа сферы услуг номер 44. Здравствуйте. И Косюченко Марина Николаевна, заместитель директора по научной работе в них либо пекарной промышленности. Марина Николаевна, мы рады вас приветствовать. Профессиональный пекарь – это главный вопрос, наверное, ключевой, основной, вводный. Кто он? Какими качествами должен обладать человек, который хотел бы освоить эту профессию? Я считаю, что пекарь должен обладать силой воли, потому что работа, я считаю, где-то тяжелая. Также он должен очень любить свою профессию, потому что без любви не получится никогда ничего хорошего продукта. А любовь эта, она берется? Любовь? Откуда? Или из ниоткуда? Нет, когда приходишь, ну вот приходишь учиться, вот ребята приходят к нам учиться, сначала они не знают, что такое пекарь, как, что и почему. Начинают заниматься, ходят на практику и смотрят то, что можно сделать руками, какие вещи. То, что ты хлеб делаешь, ты хлеб кушаешь каждый день, а это ты его готовишь сам. Вот им становится интересно и прививается к этому любовь. Да, действительно, значение этого продукта, который каждый день буквально, по несколько раз на дню, на столе переоценить невозможно, хлеб всему, голова, народная мудрость, как известно. Но вот все-таки сегодня пересматривается почему-то значение пекаря, может быть, в силу того, что ручной труд заменяет автоматика, может быть, потому что менее востребована эта профессия. Вот сегодня я тоже хотела бы услышать ответ. И на этот вопрос, ну вот как-то мне кажется, что людей, которые желают освоить эту профессию, в разы меньше, нежели еще там 10-15 лет назад. Вот почему, как вам кажется, Мария Николаевна? Ну, вы знаете, я не согласна, что на сегодняшний день интерес к этой профессии пропадает. Мне кажется, что наоборот, в последнее время престижность этой профессии, ну, интерес проявляется все больше и больше. С развитием сети пекарен, магазинов, кафе, ресторанов, востребованность в этой профессии, она возрастает. И можно открыть любую газету, в любой газете о поисках работы, можно найти объявление с предложением пекаря. Ну, действительно, сети пекарен, мини-пекарен развиваются, бесспорно. Но вот мне как раз таки кажется, что там чаще используется техника. Для приготовления вкусной, ароматной выпечки, не ручной труд. Разница-то колоссальная. К сожалению, вот обеспеченность оборудованием, новым современным оборудованием, хлебопекарной отрасли, она на сегодняшний день очень далека, в общем-то, от совершенства. До 75% всего оборудования, которое используется в отрасли, морально и физически устарело. И вот этот период перестройки, он как раз сказался на оснащении хлебопекарных предприятий новым оборудованием. То есть отрасль нуждается в модернизации? Ну, как и многие другие, но хлебопекарная отрасль в большей степени, потому что в силу разных причин в хлебопекарной отрасли эти процессы, они протекают гораздо медленнее. Потому что хлебопеки, они зажаты между ценами на хлеб и ценами на муку. Дорогой муки, они вынуждены производить недорогой продукт. И вы помните, что произошло вот этим летом, когда хлебопеки вынуждены были поднять цены на хлебобулочные изделия. Сколько претензий и сколько обвинений в сговоре вообще прозвучало в адрес хлебопеков, хотя в большинстве своем они были необоснованными. Потому что если дорожает сырье, соответственно, дорожает готовая продукция. Вот одна из функций основных, которая возложена на пекарей. Сделать из, пусть даже дорогого, потому что все-таки инфляция имеет место быть ежегодно, то есть два раза в год, и, конечно же, от этого никуда не уйти. Вот из дорогого сырья сделать продукт, который должен быть доступен, потому что мы привыкли к тому, что хлеб стоит таких денег, которые можно себе потратить каждый день, буквально каждый день. За исключением, конечно же, такой эксклюзивной, скажем так, продукции, о которой мы тоже сегодня, я думаю, поговорим. Что еще обязательно для человека, который хотел бы освоить эту профессию? Люди, которые хотели бы освоить эту профессию, они должны обладать ответственностью, быть ответственными, добросовестно относиться к своему труду, понимая, что для выработки хлебобулочных изделий затрачено большое количество разнообразного сырья и дорогостоящего сырья, и любая ошибка может привести к образованию брака. Они должны быть ловкими и быстрыми для того, чтобы успеть освободить пот от хлебобулочных изделий. То есть четко выверенный технологический процесс, это основа всех основ. Этому, конечно же, обучают, этому можно обучиться при желании. Конечно. Вы как раз-таки в недавнем прошлом были еще студентами, сегодня вы уже преподаватель. Вот этот вот барьер вами преодолевался сложно? Вы знаете, вот я закончила обучаться в колледже, как раз я училась на профессию пекарь-мастер. Вот мне, знаете, заинтересовало, что же это за пекарь такой, что это за зверь. Я пошла учиться, и я поняла, что это очень интересная профессия. Сначала было очень как бы необычно, непонятно, но я считаю, что... А непонятно, что вам было? Ну вот именно сами... Как работать с мукой, как обрабатывать сырье? Все процессы, конечно. Все равно все вот эти процессы, как вот это все... Знаете, там очень много сложных технологических процессов. В брожении, то есть вот эти вот все вещи. Это было достаточно сложно понять, и это нужно было обязательно практиковаться. И я считаю, обучать ребят невозможно без практики. То есть обучение, теория теорий. Но я еще попрактиковалась, я работала на заводе, на хлебопекарном, где там. Я уже поняла, что теория, это, конечно, она имеет вес, это фундамент, но практика, где ты сам руками все это прочувствуешь на себе. Это та самая надстройка, без которой успешное освоение профессии невозможно. Хотима, скажите, пожалуйста, а какой предмет из общеобразовательной ложится в основу уже профессионального обучения? Я считаю, что такой предмет, как химия, он очень необходим в знании пекарского искусства. Потому что вот я говорила уже, те процессы, которые происходят при выработке хлеба, вот их нужно знать, их нужно понимать. Вот поэтому химия, и знаете, как ни странно, я считаю, физическая подготовка. То есть она должна быть на уровне, потому что, как сказала Марина Николаевна, ловкость, она все-таки нужна, нужна. Потому что это надо все сделать быстро, профессионально и качественно. И прикладывать силы периодически? Конечно. Тесто, оно же нежное. Мне кажется, что силы как раз-таки не терпят. Оно нежное, но, понимаете, даже вот слово пекарь, оно предусматривает, что пекарь – это мужчина, и он должен быть сильным. То есть это достаточно тяжелая профессия. И там нужна достаточно большая физическая подготовка. А так дамы своей результативностью доказывают, что освоить ее по силам не только мужчинам, но и представительницам прекрасного. Пола, скажите, пожалуйста, в школе вы вообще химию любили? Если честно, не очень. Но, тем не менее, это не помешало вам освоить эту профессию? Нет, не помешало, конечно. А вы знали, на что вы идете? Честно говоря, я не особо представляла. Вот я вам уже говорила, что пекарь, что это такое, как это, что это будет. Но, тем не менее, что-то же вас заставило, что-то вас подтолкнуло пойти вот именно в это учебное заведение, попробовать, как вы сказали, этого зверя по имени пекарь. Потому что это было необычно. Вы знаете, я открыла справочник, куда пойти учиться. То есть сестра, повар. Классический путь потенциального студента. Вроде бы я знаю, что это такое. А пекарь, думаю, ну, чему можно обучаться 3-4 года? На самом деле есть, чему обучаться. И вот я говорю, практика, которая была еще позже, она дала мне более богатые знания, нежели 4 года в колледже. Но все-таки рассматривали вы, скажем так, вкусные профессии. Повар, пекарь. Любите готовить или любили готовить с детства? Нет, но я считаю, это интересно. Это всегда пригодится в жизни. Даже вот так вот. То есть такая нужная профессия. Ну да, вы знаете, я хотела, я считаю и ребятам своим, говорю, ребята, несмотря на то, кем вы хотите быть, будете ли вы экономистами, банкирами, нужно иметь какую-то профессию, которая вам пригодится в жизни даже для самих себя. Ты захотел покушать, приготовил себе покушать, захотел хлеба дома испек. Ну вот как-то так. А хлеб всегда прокормит. Конечно, да. Действительно, это так. Я считаю, прокормит. А вот говоря, кстати, о нужности профессии в современном мире, Марина Николаевна, как вы думаете, насколько она все-таки востребована? Вы уже говорили о том, что сегодня можно встретить везде объявления, но значит ли это, что молодые люди охотно идут в профессию? Да, работодатели нуждаются в профессиональных, квалифицированных специалистах. А вот молодежь-то нынче, которая хочет сразу пойти, окунуться, скажем, в бизнес, получить тут же прибыль, увидеть сразу результат своей деятельности, не всегда это возможно, особенно в такой профессии, в которой нужно долго и усердно учиться. Ну, вы знаете, мы живем в такое время, когда все ребята хотят быть юристами, к сожалению, и экономистами. Это немножко отживает уже, все хотят быть бизнесменами сегодня. Ситуация меняется. Вот хлебопеки говорят, что пекарь – это такая профессия, что если в первый раз придешь и тебе понравится, то ты посвятишь этому делу свою жизнь. Вообще пекарь – это одна из древнейших профессий, и во все времена она была очень и очень почетна. Вот в древнем Риме раб-пекарь стоил во много раз дороже, чем раб другой профессии и даже гладиатор. И пекарь… Что еще раз подчеркивает значение, действительно, это прикладное значение профессии пекаря. Действительно, человек может любое время прокормить себя, своих близких, своих знакомых, свою семью, в конце концов. Кстати, я думаю, кризисные времена, которые вы вымыли просто с рынка, ряд специальностей, ряд специалистов доказали еще раз все-таки необходимость пересмотра популярности, моды на ту или иную работу, на ту или иную специальность. Говоря о пекаре, эта профессия модна, если это слово, конечно же, подходит и актуальна во все времена. Востребована. Она востребована. Сегодня это слово действительно используется чаще остальных. Востребована на рынке труда всегда, особенно в такие вот сложные времена, когда, в общем-то, не все могут найти себе работу. Ну, как она вообще претерпевала изменения? Какие изменения претерпевала? Как она менялась, вот если говорить об истории этого дела? Ну, раньше это было более примитивно все. Мука, вода, и вроде бы получился хлеб. А сейчас, знаете, обращают внимание на то, чтобы хлеб дольше сохранял свою свежесть, чтобы он не крошился, не ломался. Больше идет упор на это. То есть, вот я так считаю. То есть, качественные характеристики сегодня выходят на первый план? Да, они, да, выходят на первый план. И также сейчас выходят на первый план и вкусовые какие-то качества. Людям уже неинтересно есть просто хлеб, хотят все хлеб пробовать с какими-то интересными добавками. Я считаю, этим сейчас и занимается хлебопекарная промышленность, что разрабатывает новые виды и сорта хлеба. Особенно, наверное, особенно сильное внимание этому уделяет научный исследовательский институт. Расскажите, пожалуйста, Мария Николаевна, что сегодня популярно среди широкой публики? Ну, вы знаете, вот совсем недавно были приняты основы государственной политики в области здорового питания, в соответствии с которыми до 40% хлебобулочных изделий должны быть обогащены витаминами, минеральными веществами. То есть, вырабатываются с повышенной пищевой ценностью. И в связи с этим, конечно, основной задачей является разработка таких изделий, которые помогут решить проблему дефицита незаменимых аминокислот, витаминов, минеральных веществ у россиян. Эти работы проводятся, ежегодно разрабатывается масса таких изделий, причем хлебопекарные предприятия самостоятельно могут разрабатывать эти изделия, включая различное сырье, предпочтение отдается натуральному сырью, который как раз и вносит такие функциональные добавки в хлебобулочные изделия. Но, тем не менее, такое понятие, как ГОС, никто не отменял. То есть, существуют определенные нормы, которым должны соответствовать абсолютно все пекарни, независимо от их масштаба. Или все-таки сегодня размыты вот эти вот рамки? На сегодняшний день хлебобулочные изделия вырабатываются как в соответствии с ГОСТами, так и в соответствии с техническими условиями. Условиями чего? Производства? Технические условия – это технический документ на изделие, который может разрабатывать само предприятие, внося какие-то изменения. Предприятие разработало какую-то новую рецептуру. И под эту рецептуру уже создаются определенные условия, в том числе и технические условия. Если эти условия созданы, то предприятие может выпекать хлеб. Правильно я понимаю? Ну, немножко не так. Технические условия – это тот же ГОСТ, как документ, он имеет такую же структуру. Ну, локального значения. Такую же структуру, и он содержит такие же требования, либо немного ниже требования к качеству продукции, но немного другие требования. То есть, это просто нормативный, ну, не нормативный, а технический документ. Ну, значит ли это, что сегодня печь может кто угодно, из чего угодно и как угодно? Вопросы качества хлеба. Мне кажется, что они имеют колоссальное значение, потому что действительно сегодня не раз было сказано, хлеб потребляется в больших количествах, наверное, чем любой другой продукт. И он на столе каждый день буквально. Ну, большинство хлебобулочных изделий, до 80% вырабатывается все-таки на крупных пекарных предприятиях. И тот хлеб, который мы покупаем ежедневно в магазине, ну, большинство этого хлеба вырабатывается на заводах, где проблемы качества, они, в общем-то, все уже обеспечены. И работают лаборатории, которые контролируют как сырье, поступающее на предприятие, так и качество готовой продукции. Расскажите, пожалуйста, какова структура вашего научно-исследовательского института? Я знаю, что при ней также существует свой завод. Он функционирует и успешно выпекает хлеб ни одного сорта. Да, в структуру нашего научно-исследовательского института входит производственный экспериментальный центр, так называемый. То есть это хлебозавод, который вырабатывает до 65 тонн в сутки ежедневно и, в общем-то, кормит какую-то часть москвичей вкусным хлебом. Я думаю, что немалую часть москвичей кормит ваш завод. Да, и вот... 65 тонн. Сложно представить. При нашем заводе есть магазин, в который в течение дня не уменьшается очередь. То есть стоят люди... То есть неужели в наши дни за хлебом стоят очереди? Да, за хлебом стоят очереди, да. Видимо, хлеб непростой. Значит, хлеб пользуется... А вы тоже часто встречаете? Просто наш колледж находится рядом с хлебозаводом. И просто, знаете, если захочется тоже свежего хлеба, идешь туда, там очередь постоянно. Это тут все-таки манющий аромат свежеспеченного хлеба. Действительно, его ни с чем нельзя сравнить. За ним тянутся вереницы людей, которые хотят вкусить этого свежего хлеба. И я еще считаю, что если очередь есть и в хлебозавод, и вот к вам, это значит, говорит о высоком качестве продукции и то, что хлеб востребован. Значит, не зря люди стараются. А значит, востребована профессия пекаря, к которой мы опять возвращаемся. Конечно, конечно. Я предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре для того, чтобы посмотреть сюжет, который мы, кстати, привезли с территории вашего завода, где ежедневно выпекается более 65 тонн хлеба. Ну, около 65. Сложно представить. Давайте посмотрим, как это происходит. ГосНИИ ХП. Опытный хлебозавод. Вот уже 80 лет москвичей радует продукция этого предприятия. Здесь работают самые разные специалисты. Труд каждого интересен и многогранен. Печь хлеб всегда считалась делом благородным. И для того, чтобы вышла хорошая продукция, нужна мука, вода и молитва. Любовь Беляева посвятила этому занятию более 30 лет. Она уверена, что освоить профессию пекарь может любой человек, кто всерьез заинтересовался хлебопечением. ГосНИИ ХП представляет собой современное предприятие, которое оснащено шестью механизированными линиями по выработке массовых сортов хлеба. Ассортимент продукции насчитывает около 40 наименований. Хлебозавод является постоянным участником выставок, где занимают призовые места. Например, батон нарезной удостоен золотой медали конкурса «Лучшие товары и услуги на рынках России». Субтитры создавал DimaTorzok Хлебопекарная промышленность сейчас идёт в ногу со временем. Но каким бы современным ни было оборудование, на каждом участке производства хлеба важен человеческий фактор. «Если человек пришёл с плохим настроением, мы говорим, всё оставляйте за порогом. Почему? Потому что выпечка хлеба – это процесс живой. Там работают микроорганизмы, которые всё слышат, всё видят». Практически все пекари завода – специалисты с огромным стажем работы. Но стоит отметить, что и молодёжь охотно идёт на предприятие. «Есть молодёжь, которые приходят и работают. Они имеют добрую душу, они остаются». Запах свежевыпеченного хлеба, как и сам хлеб, сравнить не с чем. Специалисты Госни и ХП в свою работу вкладывают душу. А потому и качество отменное. «Тот, кто выпекает хлеб, он будет в раю». Ну что ж, мы действительно убедились, что работа на вашем заводе кипит. И не только на заводе, но и в лаборатории, где, собственно, разрабатывается рецептура. А как часто вносятся изменения в этот процесс создания рецепта? От чего это зависит? От спроса ли только? Или какие-то другие причины влияют на процесс? Ну, как правило, в те изделия, на которые уже разработаны нормативные документы, изменения не вносятся. При необходимости просто разрабатываются новые изделия для детского питания, для диетического питания. Вот в настоящий момент в нашем институте ведётся работа по разработке рецептур хлебобулочных изделий для геродиетического питания. Это для людей старшего возраста. В зависимости от различных, ну, от вида заболеваний, которыми страдают люди, разрабатываются определённые виды изделий. То есть с повышенным содержанием пищевых волокон для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. То есть с каждого возраста можно подобрать свой хлеб? Да, конечно, конечно. Над этим как раз и работают учёные нашего института. Интересно, а есть ли какие-то ограничения для употребления хлеба? Вообще считается, что суточная норма потребления хлеба – это до 330 грамм рекомендуемая норма. Независимо от состояния здоровья, возраста? Нет, в зависимости. Конечно, есть заболевания, при которых вообще не рекомендуют употреблять хлебобулочные изделия в пищу. Ну, это такие, как ожирение. Для этого, наверное, разрабатываются новые сорта хлеба диетические? Определённые стадии заболевания диабетом. Ваши специалисты не дремлят. И здесь. Разрабатывают новые сорта хлеба, которые подходят для всех. Для людей, страдающих рядом с заболеванием, которые вы сейчас обозначили. Но мне бы хотелось вернуться всё-таки к главной теме нашего разговора. Это к профессии пекаря. Скажите, пожалуйста, Фатима, вы ещё недавно сами обучались профессии. Сегодня передаёте свои теоретические и практические навыки. Скажите, много ли изменилось за тот непродолжительный период с момента вашей учёбы до сегодняшнего педагогического опыта? В самой профессии. Может быть, техника уже усовершенствовалась. Может быть, появились новые рецепты. Может быть, какие-то потребности изменились, которые заставили привносить что-то новое, что-то интересное. Вы знаете, да, жизнь не стоит на месте, всё развивается. И сейчас я уже, приходя на хлебозавод, я вижу, как он поменялся. Конечно, я по старинке хочу видеть то, как было раньше. Времени не так уж и много прошло. Но вот то, о чём мы говорим, то, что хотят внедрить новые сорта хлеба. И я считаю, это правильно, чтобы на каждый возраст, на каждую потребность всегда можно было удовлетворить её. То есть свою потребность. Ведь введение нового сорта ведь тоже чем-то обусловлено. Не просто же так появляется новый сорт хлеба. Конечно, потому что есть спрос. Есть спрос, появляются предложения, есть какие-то потребности, есть проблемы. Например, те же самые проблемы со здоровьем. Необходимо что-то придумать, что-то разрабатывать новое. Я, например, не хочу отказываться от хлеба. Это мой любимый продукт, и я привык там есть пищу всегда с хлебом. Почему я должна от неё отказываться? Вот специально для меня придумали хлеб для диабетиков или ещё какой-то с отрубями. То есть я считаю, это очень хорошо. Скажите, а разработка рецептуры – это тоже задача пекаря? Нет, нет, нет. Это уже не задача пекаря, это задача технолога. Пекарь, он соблюдает инструкции, те, которые ему указал технолог. То есть технолог, он следит за качеством, следит за тем, как работают пекаря. То есть пекарь, он… Ну, всё равно от пекаря многое зависит. Понимаете, вы регулируете весь процесс. Приходит к вам тесто. Оно может быть разным. Да, тестомесы могут что-то там недосмотреть, где-то прибавить воды, где-то убавить, где-то пересолить, недосолить, где-то ещё что-то. Знаете, окружающая среда очень влияет. И то есть пекарь, он должен смотреть и регулировать все эти процессы. То есть пришёл… Он же сам непосредственно участвует в этих процессах. Конечно. Ну, как, вот пришло к вам… Женесторонний наблюдатель. Как вообще… С чего начинается работа пекаря? Знакомство с чем? С тестом? С технологией? Конечно. Подбором сырья? Конечно. Какой первый шаг? Нет, изначально вы изучаете сырьё, вы изучаете процессы, которые происходят при взаимодействии одного сырья с другим. То есть это пекарь должен знать обязательно. Дальше вы изучаете полностью технологический процесс. То есть как приготовляется тесто. То есть пекарь, он должен владеть всем. То есть не только вот своим функционалом, чтобы ему дали тесто, он выпек и всё. И на этом всё закончилось. Нет, пекарь, он должен охватывать полностью всё. Он должен понимать, что… Вот ему говорят, так, смотри, сегодня у тебя будет мука со слабой клейковиной. Ага, значит, мне уже нужно как-то отреагировать. Смекнуть, чего же добавить больше, чего же меньше. Скажите, пожалуйста, а только ли от точного соблюдения всей технологии рецептура зависит успех, результат? Ну, я считаю, да. Я считаю, конечно, от этого отсюда. Как такое понятие, как чутьё, как данность, знаете, о людях, которые умеют готовить, и готовят хорошо, обычно говорят, у него талант, или у неё талант. Что такое талант? Люди ведь не знают, порой многие, знаете, готовят, что называется, на вкус, на свой взгляд, да, ориентируются на интуицию, на что-то ещё, но не всегда на рецепт. Нет, ну здесь это тоже, ну, как бы, я считаю, влияет. То есть пекарь, он сразу видит, ага, если вот этот, вот, знаете, пекарь, он может по рецепту определить, какой будет хлеб уже на выходе, то есть что из него получится. То есть если два вида муки, он уже может определить, какой будет хлеб. То есть, ну, естественно, это и от рецептуры, и от чутья, как вы правильно говорите. А эксперименты на стадии приготовления, они допустимы? Или здесь вот чёткое соблюдение рецептуры, исключительно ни шагу вправо, ни шагу влево? Ну, если вы хотите получить конкретно определённый хлеб, то... По заданному рецепту только нужно ему следовать. А вот неужели с первого раза в тему у вас всё получилось? Нет, конечно. С какого раза? Конечно, нет, и, конечно... Скажите какой-нибудь пример, вот интересную историю. Я даже не знаю. Ну, конечно, я вот, лично я, я долго не могла понять, вот если... Ну, вот от теста мне надо было долго очень привыкнуть к тесту. То есть вот какое оно должно быть на ощупь, чтобы из него что-то получилось правильное. То есть вот этот вот именно вот тесто и само приготовление теста... То есть вы привыкали друг к другу? Да, да. Вы к тесту, к тесту к вашим рукам? Мы, можно сказать, знакомились, привыкали, да. Они действительно говорят, что тесто, оно живое, оно чувствует энергию, оно чувствует любовь, подход к нему. Конечно. Вбирает в себя. Да, да, да. И тем самым отдаёт или не отдаёт. Это так? Да, я считаю, что это так. Или это просто миф? Я считаю, это так. Вы знаете, вот приходишь на работу, не очень настроение, всё, не залаживается, всё тут же. И хлеб горит, и ещё чего-то, и брак идёт, и рвётся, и думаешь, ну, вроде бы делаю всё как обычно, всё как всегда, и параметры все соблюдаю. И непонятно что, и начинаешь злиться, и ещё хуже получается. А что нужно в такие моменты делать? Отбросить всё, выйти из... Ну, вы знаете... Из помещения, где всё это происходит? Нет, нет. Критически какое-то время? Да нет, нет. Я считаю... Ну, вот как я, например, делаю. Я понимаю, что это дело во мне, и я просто стараюсь успокоиться. А поговорить с тестом нет? Не пробовали? Нет. Не помогает. Марина, а вы как, в общем-то, научный деятель, как теоретик, но имеющий непосредственно отношение к работе пекаря, сами готовите, любите печь? Если, конечно, не секрет, и как часто это делаете? Да нет, не секрет, но как все, периодически. То есть регулярно печь не получается. А как, на глазок что называется? Или вот чётко следуя инструкции специалистов? Ну, чаще по наитию. Так вот что-то добавила, что-то прибавила. То есть не чётко по инструкции. Да получается. Получается, да. Почему? В чём секрет, как вам кажется? Нравится вам это дело? Ну, я готовлю для своей семьи, для своих дочерей, поэтому всё, что делаешь с любовью, мне кажется, получается хорошо. Хорошо, вот такой вот вопрос. А какие всё-таки основы мастерства этого дела закладываются во время учёбы, а какие уже на практике? Вот можно ли здесь разделить эти две базы, теоретическую и практическую? Ну, я считаю, в теоретической вы закладываете знания и понятия, да, и понятия, а на практике, то есть вот идёт уже сама... Отработка навыков. Да, и прививание любви к этой профессии. То есть понятия... А каким образом можно привить любовь к тесту, любовь к профессии, если человек с неохотой, с неособым желанием пришёл? Ну, допустим, родители его привели. Возможно ли, были ли случаи такие, допустим, в вашей педагогической практике, когда человек, ну, вы видели так поначалу, сторонился этого дела, сторонился, не понимал, может быть, вот как вы какое-то время, да, присматривался к работе, а потом вот буквально с каждым днём, заряжаясь вашей энергией, заражаясь вот этой вот любовью, шаг за шагом достигал небывалых результатов. Неожиданно для себя, наверное, для окружающих. Ну, скорее всего, они смотрят также по опыту, по каким-то личным примерам, по рассказам. Я как-то стараюсь сама вот, ну, вот свои какие-то эмоции им передать. Я думаю, они этим всё равно заряжаются. И ещё можно привить любовь к хлебу, показывая какие-то другие изделия из теста. Из теста можно сделать очень много всего. И начиная, знаете, когда они видят то, что можно сделать из теста, какие вещи, они начинают удивляться. Неужели я тоже так могу? Им становится интересно, и они тоже хотят пробовать. Творить. Да, творить. Может быть, они даже и лучше где-то делают потом. А что за уникальные вещи такие из теста? Фигурная сдоба. Очень интересная. Празличный караван. Для употреблений в пищу всё-таки? То есть не просто какие-то фигурки декоративные? Да, да, да. То есть это красиво, и это можно кушать. То есть они этому очень удивляются. То есть вы превращаете вот такой, казалось бы, обыденный процесс, что такое хлеб приготовить? Проще простого, казалось бы, да, как вы сказали? Хлеб, мука... Да, я понимаю. Потому что сама это делать, честно говоря, не умею. Хлеб, мука, да соль. Вы превращаете этот процесс в настоящее искусство, вот в творчество то самое. По желанию, вот, ребят, у меня такой, например, пример был. То есть мы брали тесто, которое для хлеба. Они говорят нам, ну вот, например, не нравится привычный вид, батона, мы хотим что-то другое, давайте сделаем нашего любимого героя Микки Мауса. Я говорю, ребята, давайте, конечно, вместе с вами. Мы с ними сделали, красивый получился, им было интересно, они были очень рады. Так, ну здесь вот вырисовываются другие черты пекаря, художественные. То есть пекарь должен быть не просто химиком, технологом, физиком, но еще и человеком, обладающим каким-то таким художественным вкусом. Ну, где-то, наверное, да. Где-то, да. Или это вовсе не обязательно? Здесь уже зависит от того, какие высоты, высоты ты собираешься достичь, какие цели ты перед собой ставишь. Нет, я считаю, нужно развиваться всегда. Нужно пробовать что-то новое. Умеешь делать хлеб, учись, делать караваи. Самому интересно. А есть ли у вас авторитеты вот в этом деле? Учителя, на которых вы ориентируетесь? У меня лично, да, мои преподаватели, с которыми сейчас я работаю, которые сейчас мои коллеги, они меня учили. И все, что знаю сейчас я сама, все они мне это показали. Вот, я им очень благодарна. И они, можно сказать, предложили мне работать тоже в колледже. Я сначала очень сильно боялась, потому что думала, ну как я, вроде бы я и работаю, мне нравится, я не хочу бросать свою работу. Но в то же время мне было интересно, ну вот, показать ребятам то, что знаю я сама. В каждой стране есть, наверное, свой национальный хлебный продукт, любимый. Ориентируетесь ли на кого-то из тех специалистов, которые, может быть, приезжали к вам в учебное заведение? Может быть, вы когда-то наблюдали за их работой? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, хотели бы, например, ездить в какую-нибудь французскую небольшую пекарню, посмотреть, как месит тесто там руками? Да, мне было бы очень интересно. И мне всегда интересно посмотреть на работу других пекарей. Даже, знаете, приезжая в какую-то глубинку, мне очень интересно посмотреть, как работают там. Мне очень интересно смотреть, какое оборудование на хлебозаводах. Мне вот на самом деле это очень интересно. А заграничные выезды мне были бы очень интересны. Ну, вы знаете, вот в марте этого года я посетила выставку Интерус. Это во Франции выставка хлебпекарного оборудования и ингредиентов. И у нас в программу посещения этой выставки входило посещение хлебпекарного предприятия. Французского? Французского, да. Это недалеко от Парижа. Небольшой хлебозавод, который обеспечивает хлебобулочными изделиями больницы и детские учреждения. Но, к сожалению, вот меня вид этого предприятия не впечатлил абсолютно. То есть он практически ничем не отличался от наших предприятий. А что вы ожидали увидеть? Ну, я ожидала, что все будет сверкать. То есть это новое оборудование. И когда я там увидела печь, которая работает 50 лет, как мне сказали. Это же хорошо. Значит, не так все плохо в нашей хлебопекарной промышленности. Я думаю, что если бы у нас такое предприятие было, его бы на второй день закрыли просто. Потому что, ну, условия, мягко говоря, не санитарные условия. То есть не нужно никуда ехать, пусть лучше приезжают. Разграничные гости к нам учатся тому, как печь настоящий русский хлеб. А вот говоря все-таки о ручном труде и о таком автоматизированном процессе. Как вам кажется, вымещает ручной труд сегодня техника? Вообще такое понятие, как ручной труд в пекарном деле, сегодня актуально? Конечно, он всегда будет актуален, ручной труд. Но машины, они помогают, но никогда не заменят человека в этом процессе. Вот это мое мнение. Если брать, вы вообще сравнивали сами, как специалист, хлеб, приготовленный в хлебопечке, исключительно в хлебопечке, без участия, скажем так, человека, ну, без исключения того, что там закладываются какие-то ингредиенты, и хлеб, приготовленный, вымешанный, вручную. Конечно, конечно, мне кажется, хлеб, который ты вот готовишь, даже который готовят, но другие люди в этом сложном технологическом процессе никогда не сравнятся с тем, который приготовлен в хлебопечке. И не знаю. По каким характеристикам? Да по вкусу даже. Все равно все же хотят от хлеба чего? Чтобы он был вкусный. Вкус – это самое главное. И для меня вкус хлеба, приготовленного на хлебозаводе, отличается от хлеба, приготовленного в хлебопечке. Приготовление хлеба – это очень длительный процесс. И как раз формирование вкуса, оно происходит в процессе созревания теста. Чем длительнее процесс, тем хлеб ароматнее, вкуснее. Поэтому, конечно, отличие есть хлебопечка, приготовленного в хлебопечке и приготовленного традиционными способами по классическим технологиям. А классика жанра, она актуальна всегда? Да, или все-таки и она претерпевает изменения в зависимости от потребностей, в зависимости от того, какая техника используется, в зависимости, в конце концов, от сырья? Потому что качество сырья ведь тоже имеет значение. Качество сырья имеет огромное значение. И, конечно, наши российские предприятия перерабатывают муку, как правило, с низкими хлебопекарными свойствами. И именно благодаря мастерству и опытности хлебопеков качество хлеба получается, в общем-то, соответствующее требованиям. Сейчас я позволю себе задать вопрос, который наверняка волнует очень и очень многих. Этот вопрос поступил в адрес вас, наших уважаемых гостей, от одного из телезрителей. Как же все-таки выбирать хлеб для того, чтобы он был вкусным? Ну, по внешнему виду, что можно определить? Можно посмотреть, чтобы не было подрывов, каких-то трещин, чтобы четкие надрезы, если говорить о батоне, были четкие надрезы, чтобы у него был глянец, чтобы он был не бледный и не горелый, чтобы объем его соответствовал... Сверху не бледный, снизу не горелый. Да, да, чтобы объем его соответствовал той массе, которая указана. Потому что если это изделие выработано с использованием улучшителей, то батон массой 300 грамм выглядит на половину килограмма. По цвету можно определить, насколько этот хлеб качественный? Вот, допустим, хлеб из обдирной муки, он выглядит совершенно иначе, чем хлеб такой, вот из муки высшего сорта. Ну, хлеб из обдирной муки, вообще обдирная мука – это ржаная мука. Поэтому сравнивать его с пшеничной, с хлебом из пшеничной муки, ну, не совсем правильно. Вообще считается, что чем ниже сорт муки, тем полезнее хлеб. Значит, больше в нем минеральных веществ, витаминов. Наш потребитель, да, наши люди, они традиционно любят хлеб из муки высшего сорта, то есть белым, с белым мякишем. Но полезнее все-таки хлеб из муки второго сорта, из муки обойной и из ржаной муки. Наверное, последний вопрос, который касается качества хлеба. Скажите, пожалуйста, сколько времени, сколько часов хлеб будет считаться свежим? Ну, в течение двух суток он считается пригодным к использованию, но я не считаю, что если он будет храниться чуть дольше, если нет признаков заболевания, плесневения, черствения, почему бы не употреблять его в пищу? А возвращаясь все-таки к главному вопросу нашей сегодняшней встречи, нашей сегодняшней беседы, пекарь. Кто человек? Кто этот человек? Кто этот профессионал? Профессия пекаря, она, наверное, все-таки многогранна. Сегодня мы уже выяснили, что для того, чтобы ее с успехом освоить, нужно разбираться, во-первых, химией, конечно же, но, во-вторых, главное, наверное, любить то, чем ты занимаешься. Ну, это, я думаю, что залог успеха в освоении абсолютно любой профессии. Но, тем не менее, здесь много направлений для развития в этой профессии. Можно выпекать хлеб, можно специализироваться на булочках, можно, например, остановиться на пицце. Вот такое понятие, как пиццемейкер, да, наверное, такая специализация, как пиццемейкер. Она, на ваш взгляд, имеет отношение к пекарю? Ну, я думаю, в какой-то степени имеет, конечно, все-таки тесто для хлеба и тесто для пиццы. Но пицца – это более, знаете, продукт общественного питания, нежели пекарского. То есть это ближе поварам, чем нам, пекарям. Потому что там, как, знаете, там ты свое творчество можешь показать через какие-то начинки, а здесь свое творчество хлеба. А пекарь тоже может показать свое творчество через начинку? Ну, здесь… В той же самой булочке. Да, конечно, это я не спорю. Но здесь можете вы показать, опять же, и каравай, и вот какие-то фигурные изделия из теста. Вот это и есть. То есть вы хотите сказать, что у пекарей возможностей больше, чем у пиццемейкера? Конечно, конечно, больше. Но, тем не менее, герой нашего следующего сюжета, который я предлагаю посмотреть прямо сейчас, считает себя настоящим пекарем, несмотря на то, что он выпекает пиццу. Давайте посмотрим, как он это делает, и вернемся к нашему разговору очень скоро. Впервые пицца упоминается в Ветхом Завете в виде скромной галеты ячменя, посыпанной кусочками сыра. В Древнем Египте ее запекали вместе с приправой, в качестве которой может служить все съестное. Невероятно шик и вкус пиццы придали итальянцы. Они старались добавлять мед и лавр. Пицца приобрела множество названий, но речь всегда шла о лепешке, на которую добавлялись различные ингредиенты. Основой для мучных изделий неизменно является тесто. Профессиональный пиццмейкер Алексей поделился секретами приготовления гавайской пиццы. Чтобы сделать так называемую лепешку, используют практически все виды теста. Мы берем дрожжевое. В любой пицце главная начинка – это тесто. Нам привозят тесто охлажденным, и мы его готовим в специальных расставочных шкафах. Доводим до комнатной температуры, чтобы оно было вкусное, нежное, чтобы можно было на нем работать. Быстрым движением Алексей превращает массу вымешанного теста в тонкие диски. Один из секретов пиццы – тесто должно быть раскатано руками, а не скалкой. Настоящие пиццмейкеры могут лихо жонглировать лепешками. Последний этап приготовления пиццы мы помещаем ее в печь на 6 минут для того, чтобы прожарилось тесто и расплавился сыр. Для приготовления пиццы не требуется много времени, поэтому она прекрасно подходит как для семейного ужина, так и для угощения гостей. Все, пицца готова. Приятного аппетита! Ну что ж, действительно сложно поспорить, что человек, который выпекает пиццу, на самом деле тоже является пекарем. Я думаю, что если человеку предложить выпечь булочку, то он с этим легко справится. А вот те, кто выходит из стен вашего учебного заведения, пиццу, смогут испечь? Я думаю, смогут. Если постараются, то смогут. Все-таки не зря они учились, с тестом работать умеют. Я думаю, они справятся. То есть в пиццерии их возьмут? Да, конечно. А вообще градация в профессии. Какие направления, какие специализации существуют? Или пекарь, он и есть пекарь? Специалист широкого профиля. Главное, уметь работать с тестом. Ну, у пекаря есть разные разряды. То есть это пекарь второго разряда, третьего, четвертого и пятого. Что дают разряды? В зависимости от объема выпускаемой продукции, в зависимости от умения обслуживать там несколько линий производственных, вот идет такая градация. То есть это мастерство? Да. Опыт, мастерство приобретаются они в зависимости от... И умение, конечно, еще участвовать в других производственных процессах. Не только выпекать изделия, но и уметь разделывать, формовать изделия, участвовать, может быть, в замесе теста. Что нужно сделать, чтобы получить следующий разряд, более высокого уровня? Совершенствоваться, своей профессией. Участие в профессиональных конкурсах здесь играет роль? Да, безусловно, играет роль. То есть там вы доказываете то, что вы можете быть и хорошим тестомесом, и пекарем, и формовщиком. То есть это да. А сколько лет вы учились этой профессии? Четыре года. Четыре года я училась этой профессии. И параллельно работали или только учились? Да, я работала. На последнем курсе я уже работала. То есть что мне очень сильно помогало. И те знания, которые я получала в колледже, в лице, и тогда еще. То есть они мне помогли на практике. А работу легко нашли? И сразу? То есть не было ли сложности? Нет, сложности. То есть образуется вакуум между теорией и практикой. Человек заканчивает учебное заведение, и какое-то время просто-напросто не может. Достаточно длительное время. Не может найти работу, просто потому что ему отказывают по одной простой причине. Пока еще не специалист. Вроде бы и специалист, судя по диплому, но для работодателя, видимо, не совсем специалист. Нет, здесь у нас всегда мы трудоустраиваемся своих ребят по этой профессии. И я всегда им говорю, ребята, начинайте даже с малого. Где-то не можете чуть повыше работать. Начинайте с малого, добьетесь гораздо большего. Предложения есть всегда. Хлебозавод всегда возьмет специалиста. То есть они нас просят, и ребята с удовольствием идут туда работать. Какие позиции обычно открыты? Какие вакансии свободны? Допустим, на тех же самых заводах. Или, может быть, в мини-пекарнях. Формовщик всегда требует. То есть вы советуете своим студентам начинать с этой позиции? Да, даже с этой позиции. Я считаю, очень неплохая позиция. То есть ничего зазорного в этом вы не видите? Помощник пекаря. То есть, да, это очень хорошая позиция. Они смотрят, учатся. И учатся у квалифицированного специалиста. Потому что учеба учебой. А здесь, когда ты уже работаешь, и ты знаешь, что ты будешь выполнять, какую именно работу, и этот человек, он тебе всегда подскажет, поможет. И в дальнейшем ты его уже где-то заменишь. Может быть, даже станешь кем-то выше. Спасибо большое. И самое последнее. Вот ваши советы новичкам. Какие бы вы дали? Что бы вы посоветовали? Что бы вы порекомендовали тем людям, которые сейчас думают, стоят перед наисложнейшим, наверное, судьбоносным выбором в жизни каждого взрослого сознательного человека? Куда пойти учиться? Какую профессию освоить? Для того, чтобы чувствовать себя уверенно в дальнейшем? Я думаю, стоит пойти учиться этой профессии, потому что профессия востребованная, это всегда пригодится. И профессия интересная, вкусная. Я считаю, это самое главное. То, что вкусное, сомнений нет. Мария Николаевна, как вы думаете? Я думаю, что нужно не бояться, нужно не бояться идти в эту профессию. И у вас все получится. Спасибо вам большое за очень интересные ответы. Ну, а мне хотелось бы пожелать всем не бояться, пробовать, конечно же, и осваивать новые профессии. Ну, а мы готовы вам в этом помочь. Пишите нам, оставляйте свои заявки, вопросы и предложения на нашем сайте www.prosvechenia.tv Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова